Мы пришли в парк гулять. Наконец-то отличная погода. Я вот думаю, боже мой, когда я в последний раз вообще наблюдала за муравьями, рассматривала траву. По-моему, это было только в детстве. И сейчас вот с приходом материнства и вообще с приходом Макса в мою жизнь опять это всё повторяется. Реально как круглый ворот в жизни. Классная погода, гляньте, как красиво. Ммм, сосновый лес. Гуляем. И вон мои пацаны ходят. Гуляют, что собирают тут. В принципе, хорошо, что здесь чисто. Не стрёмно, что малые могут что-то подобрать с земли. Вот так вот. Сегодня, в принципе, много народа. Выходной день. Ну, классно. Я сижу, отдыхаю, рассматриваю вон траву. Покажу вам свою очень классную находку для кухни, особенно сейчас во время салатов. Родители мне привезли вот такой вот свежий салат, собственно. И я купила себе вот такую вот штуку для того, чтобы его сушить. Это просто контейнер. Сюда кладёте салат уже обмытый. Он мокрый. Так, закрываете крышкой. Одной рукой, конечно, так себе. И вот крутите по кругу. Ну, вот как-то вот так. В общем, вы поняли, да, смысл? Крутите, крутите. Вот быстро, быстро, быстро. Потом открываете. И получается, у вас вся вода остаётся вот там, когда снимаете. Так. А сверху сухой салатик. Вот я уже покрышила. Посмотрите, какой сухой совсем. Он и хранится так лучше, и приятнее его есть. И ничего вот здесь вот на дно не стекает. В общем, советую. Я нашла эту штуку в простом супермаркете. И вот такое вот наполнение у меня будет для этой основы. Это зелёный лук редиска. И там уже есть петрушка. Хотите прикол? У меня, честно говоря, такое впервые. Значит, подарил мне Серёга на день матери цветы. Они уже давным-давно сдохли. Остались вот эти вот сухие цветочки. Сухоцвет, короче. Какое-то засушенные такие веточки. Вон их там все фиолетовые. Вот эти вот зелёные, они были живые. Это хризантемы. И посмотрите. Они пустили коренье. Первый раз у меня такое, что цветы из лукета у меня пустили корышки. Теперь не знаю, что делать. Высаживать негде. Ситуация следующая. У Локи, значит, позавчера поднялась температура, как оказалось. Дело в том, что он перестал у нас съесть. То есть он сутки практически не ел, не вставал. И мы сразу же повезли его ночью в ветклинику. Ему померили температуру. Сказали, что у него повышенная температура, как для кота даже. Но больше ничего они у него не увидели. То есть никаких симптомов больше нет. Что-то не то. На следующий день он стал каким-то пугливым. Такое чувство, что кто-то его кусает за спину или что-то такое. В общем, он скакивает. Начинает чесаться, лизаться. Очень нервный. То есть он так спит, спит. А потом резко подрывается. Давай, то есть себя там за хвост кусать и так далее. Чесаться, да так, что то есть шерсть везде летит. И ну очень видно, что он нервничает. Вот. Мы его бегом подвезли уже в другую клинику. Потому что предыдущий он не дал взять у себя анализ крови. Он настолько сильно вырывался, что порвал намордник кошачий. Два человека не смогли его удержать. Нормально для Локи. У нас такой боевой кот. Так, Макс у меня валяется в ногах. Поэтому в связи с стрессом повезли его в другую клинику. Там уже взяли у него анализ крови. И показалось, что у него какие-то проблемы с почками. То ли желудочным и кишечным трактом. В общем, он еще у нас вольет. Плохо ходит в туалет. Практически. Ну, он просто лежит. Периодически что-то ест. И воду пьет немножко. Все. Мы не знаем, что делать сейчас в растерянности. Никакого еще с котами ни разу не было. Хотя я опытный хозяин. Скажем так. Очень переживаем за него. Потому что мы любимец и ей жалко все-таки кота. Все к нему привыкли. Все его любят. Ищем сейчас способы, как это все решить. И к чему я это все рассказываю. Есть на фейсбуке группа. Как-то называется ветеринарные вопросы. Или как-то так. Пишите им симптомы. Можете даже выслать им анализы. И там они подсказывают. То есть это не... Макс. Это не всегда лечащие врачи. Но с личного опыта они там будут сказать что-то. Подсказать, как это все проходило. Даже в интернете представьте, правильно подставили диагноз. И в ветклинике это подтвердило. В общем, очень сильно переживаем. Надеемся, все будет хорошо. Будут держать вас в курсе по мере возможной. И да, на блог в шее и клеще его проверили сразу. И ничего не нашли. Так что... Пока Серега забрал Локи в ветклинику, мы тут с малым гуляем. Макс уже катает девочек в машинке. Ты посадишь девочку? Гляньте, какие сейчас классные книжки делают детям. Здесь яркие картинки. И вообще все может двигаться. Сейчас я вам покажу еще. Например, вот еще. Классные вообще. Там целая серия их. Это мы взяли морскую. Там тоже разные есть животные. Пеликон. Оп. Короче, класс. Макс в восторге. Давай пальцем нажимай. Вот так. Раз, раз. Рыбка. Молодец. Так, рыбка. И обновление по состоянию Локи. Его ночью ставили на капельницу. Он целую ночь там пробыл. В клинике, в стационаре. Его капали аж до 12 дня. Его уже забрали. Он сейчас отходит от успокоительных. Сказали, что у вас зверюга, конечно. Он не давался никому в руки. И кормили его исключительно через отверстие клетки. Потому что он кусался. И не давался никому в руки. Сейчас он чуть-чуть такой коматозный. Ну, вроде бы как ему лучше. Но с виду тяжело еще, да. Надеюсь, все будет хорошо. Локи все еще не лучше. Нервничает. Лежит, не встает. Пока не ест, не пьет.